Однако, если загробная жизнь и существовала, обрести ее было не так-то просто. Умерший фараон должен был преодолеть трудный и опасный путь и пройти сложную ритуальную подготовку, прежде чем отправиться в путешествие. Переход фараона в божественное состояние начинался с очищения и включал в себя бальзамирование, чтобы его тело напоминало тело Осириса, части которого были скреплены бинтами. Затем погребальная процессия с телом фараона направлялась к венчавшемуся пирамидой сооружению, перед которым была установлена овальная колонна. Внутри этого погребального храма совершались священные обряды, которые должны были помочь фараону благополучно завершить путешествие. Церемонией, которая в египетских погребальных текстах называется «Отверзание уст», руководил жрец Шем, всегда изображавшийся в леопардовой шкуре. Ученые убеждены, что этот ритуал полностью соответствовал своему названию. Жрец при помощи железного или медного изогнутого инструмента открывал рот мумии или статуи, олицетворявшей умершего фараона. Совершенно очевидно, однако, что церемония имела в первую очередь символический смысл – открывались уста или вход на небеса. К этому моменту мумия уже была обернута несколькими слоями ткани, а на лицо ей клали посмертную маску фараона. Поэтому прикосновение к ее рту или карту статуи могло быть только символическим. И действительно, жрец обращался не к умершему, а к богам, которые должны были отверзнуть уста, чтобы фараон мог воспарить к вечной жизни. С отдельной молитвой обращались к глазу гора, утраченному им во время битвы с Сетом, чтобы он способствовал отверзанию уст и фараону открылся путь к сияющим богам. Земная, а значит временная гробница, фараона, согласно древним текстам, подтвержденным археологическими раскопками, имела в восточной части ложную дверь. То есть кладка стены была сплошной, но имитировала дверной проем. Считалось, что после обряда очищения и отверзания уст, спеленатый фараон поднимается в воздух и выходит через ложную дверь. Согласно текстам пирамид, в которых описываются все эти этапы воскрешения фараона, он не мог самостоятельно пройти сквозь камень. Посланник богов брал фараона за руку и помогал преодолеть эту непреодолимую для смертных преграду. При помощи вестника богов фараон покидал свою замурованную гробницу. Жрецы при этом восклицали «Царь на пути в небо! Царь на пути в небо!». Однако, прежде чем умерший фараон мог вознестись на небо, чтобы есть и пить с богами, он должен был пройти трудный и полный опасностей путь. Его целью была земля Нетаркерт или земля горных богов. Иногда она обозначалась пиктограммой, на которой символ бога Нетер был водружен на паром. Чтобы достичь этой земли, фараон должен был пересечь Камышовое озеро. Сделать это можно было только с помощью божественного паромщика. Но прежде чем переправить фараона на другой берег, паромщик интересовался происхождением умершего. Почему он считает, что имеет право переправиться через озеро? Является ли он сыном бога или богини? Миновав озеро, пустыню, горную цепь и божественных стражей, фараон попадал в Дуат, таинственную обитель для вознесения к звездам. Расположение и название которой ставили в тупик ученых. Некоторые египтологи считали, что это преисподнее место обитания душ, куда фараон должен был попасть вслед за Осирисом. Другие были убеждены, что это подземный мир, на что указывали многочисленные подземные тоннели, бассейны с кипящей водой, таинственные огни, охраняемые птицами комнаты, открывающиеся без посторонней помощи двери. Волшебная земля была разделена на 12 областей и путешествие по ней длилось 12 часов. Недоумение вызывало и само название Дуат, потому что, несмотря на свою земную природу, в него попадали через горный перевал или подземные аспекты, это слово изображалось пиктограммой, основой которой был сокол или звезда, или просто звезда внутри круга, что указывало на небесные или божественные ассоциации. Как бы то ни было, в текстах пирамид, преслеживающих жизненный путь фараона и его смерть, воскрешение и переход в загробную жизнь, основной проблемой человека считается его неумение летать, подобно богам. В одном из текстов эта проблема и ее возможное решение описывается в двух предположениях. Люди остаются погребенными, боги взмывают в небо. Помоги царю подняться на небеса к своим братьям-богам. На пирамиде фараона Тетти надежды правителя и его обращение к богам выражены такими словами. Люди падают, у них нет имени. Возьми твоего царя Тетти за руки, возьми твоего царя Тетти на небо, чтобы он не умер на земле среди людей. Фараон должен был достичь тайного места и пройти по подземным лабиринтам, чтобы найти там бога с эмблемой Древа Жизни и второго бога Вестника Небес. Боги откроют для фараона тайные двери и проведут его к оку гора, небесной лестнице, необычному объекту, цвет которого менялся с синего на красный, когда он включался. Затем фараон сам превращался в бога Сокола и получал возможность подняться в небо к вечной жизни, на вечной звезде. Там его встречал сам Ра. Врата неба открыты тебе, двери свода небесного распахнуты перед тобой. Ты найдешь там Ра, ждущего тебя. Он возьмет тебя за руку, он поведет тебя к двойной святыне небес. Он посадит тебя на трон Ассириса. Тебя возьмут под руки и облачат как бога. Среди бессмертных на вечной звезде. Большая часть сведений об этом дошла до нас из текстов пирамид. Нескольких тысяч стихов, объединенных в сотни изречений, обнаруженных в виде резьбы и надписей на стенах, в коридорах и галереях. Пирамид пяти фараонов. Униса, Тети, Пепи первого, Меренра и Пепи второго. Правивших Египтом приблизительно в 2350 году до нашей эры. Эти тексты были классифицированы и пронумерованы Куртом Зетте в его великолепной работе «За пирамид текстс» Сэмюэля Мерсера. Тысячи стихов текстов пирамид на первый взгляд кажутся всего лишь собранием повторяющихся и не связанных между собой заклинаний. Молитв богам и хвалебных гимнов царям. Для того, чтобы отыскать смысл в этом огромном количестве материала, ученые придумали теории о смене теологических концепций в Древнем Египте, о конфликте и последующем слиянии солнечной и небесной религии, о жречестве Ра и Осириса и так далее. При этом особо отмечалось, что мы имеем дело с материалом, накопленным на протяжении тысячелетий. Для тех специалистов, которые рассматривали эти тексты как выражение примитивной мифологии и как отрывочные фантазии людей, которые съеживались от страха при вое ветра или ударе грома и называли эти природные явления богами, Тексты пирамид всегда были загадочными и странными, тем не менее, все ученые придерживаются единого мнения, что эти строки представляют собой цитаты, которые были скопированы из более древних и по всей видимости структурированных, связанных, понятных текстов. Более поздние надписи на саркофагах, футлярах, лямуми и папирусах свидетельствуют о том, что изречения и главы, например, название глава о том, как не умереть во второй раз, были скопированы из книги мертвых, которая также имела другие названия. Например, книга о том, как находиться в Дуате, книга врат, книга двух путей. Ученые убеждены, что эти книги являются копиями двух более древних работ – старинного произведения о небесном путешествии Ра и более поздней книги, рассказывающей о блаженной жизни в загромном мире тех, кто присоединился к воскрешенному Осирису, о еде напитках и любовных утехах в небесной обители. Стихи этой версии даже вырезали на талисманах, чтобы их обладатель был желанен для женщин и соединился с женщинами днем и ночью. Научные теории, однако, оставляли без объяснения магические аспекты информации, содержащиеся в этих стихах. Удивительно, например, что око-гора описывается как объект, существующий независимо от бога. Внутрь него может входить фараон и во включенном состоянии он изменяет цвет синего на красный. В текстах пирамид мы встречаем самодвижущиеся лодки, автоматически открывающиеся двери и невидимых богов, лица которых излучает сияние. В подземном мире, предположительно, населенном лишь душами, существуют балки, моста и медные канаты. Однако, самым главным нам кажется следующий вопрос. Если предположение фараона позволяет ему идти в подземный мир, то почему в текстах утверждается, что царь на пути на небо? Во всех отрывках указывается, что фараон следует дорогой богов, что он, подобно богам, переправляется через озеро и использует для этого барку. Как бог Ра, он и вслед за Осиримсом возносится на небо, одетый как бог и так далее. Возникает вполне логичный вопрос, а что если эти тексты были не просто примитивными фантазиями, а описывали условное путешествие, во время которого умерший фараон повторял все священные действия богов? Что если эти тексты, в которых имя бога заменено на имя фараона, являются копией гораздо более древней записи, в которых рассказывается о путешествиях богов, а не фараонов? Один из самых известных египтологов прошлого, Гастон Маспера, основываясь на используемых грамматических формах и других признаках, предположил, что тексты пирамид уходят в корнями к самым истокам египетской цивилизации, и что они существовали в виде устных преданий еще до изобретения иероглифического письма. Впоследствии Джордж Брестет пришел к выводу о существовании более древнего материала, независимо от того, известен он нам или нет. Он обнаружил сведения об уровне цивилизаций и о разного рода событиях, подтверждающие предположение, что эти тексты не являются фантазией, передают фактическую информацию. Для продукта живого воображения, отмечал Брестет, они слишком насыщены картинами давно исчезнувшего мира, отражением которого они являются. Тексты и более поздние рисунки описывают путешествие в некое царство. Путь начинается на земле, ведет под землю, а заканчивается дверью в небо, через которую боги, поддерживающие и подражавшие им фараоны, возносились на небеса. Это отражено и в иероглифах, которыми записаны названия царства, сочетание подземного мира и небесной функции. Может быть, фараоны в процессе путешествия из гробницы в загробный мир действительно поднимались по лестнице в небеса. Даже несмотря на утверждение древних египтян, что путешествует не мумифицированное тело, а Каа, или двойник умершего. С другой стороны, они описывали реальное путешествие этого двойника. А что, если в текстах отражен реально существующий мир? Может быть, путь фараона к бессмертию, даже являясь эмуляцией, в точности повторял настоящее путешествие, которое совершалось в доисторические времена. Попробуем последовать его примеру и пройти весь путь богов. Глава 4. Лестница в небо. Представим, что мы находимся внутри величественного погребального храма фараона. Мумифицировав и подготовив фараона для путешествия в загробный мир, жрецы обращаются с молитвой к богам, чтобы они открыли двери для умершего правителя. Божественный посланник появляется с другой стороны ложной двери, готовый провести фараона сквозь каменную стену и отправить его в путь. Пройдя через ложную дверь своей гробницы, фараон получает указание двигаться на восток. Путь на запад объявляется запретным. Те, кто идут туда, не возвращаются. Цель фараона – дуат в земле горных богов. Там он должен войти в великий дом двух, дом огня, в котором в течение ночи, длящиеся годы, он превратится в божественное существо и вознесется в восточную область небес. Первым препятствием на пути фараона становится камышовое озеро, протяженное, заболоченное, пространство воды. Состоящее из цепочки соединяющихся друг с другом озер, символически фарон получает благословение своего божественного проводника, и воды озера расступается перед ним. Реально же, пересечение озера становится возможным благодаря божественному паромщику, который перевозит богов в своей лодке, изготовленной ремесленником богов Хнумом. Однако паромщик находится на дальнем берегу озера, и фараону стоит больших трудов убедить его, что он имеет право занять место в лодке. Паромщик спрашивает умершего царя о его происхождении, является ли он сыном бога или богини. Внесен ли он в список двух великих богов, фараон объясняет свои претензии на божественное происхождение и приводит доказательства своей праведности. В одних случаях это помогает, в других фараону приходится обращаться за помощью краа и тоту, и тогда весла и руль на лодке паромщика приводятся в движение сверхъестественными силами. Другими словами, лодка движется самостоятельно, лишь направляемая фараоном. Так или иначе, фараон пересекает озеро и направляется к двоим, которые приближают небеса. Камышовое озеро располагалось в восточной части владений гора. За ним начинались территории, подвластные его противнику Сету. Иди с земли Азии. Поэтому, как и ожидалось, противоположный берег озера охранялись стражи. Самой необычной чертой их внешности были прически. Черные, как смоль кудри, покрывали лоб, виски и затылок. А от макушки головы отходили косые. Проявив дипломатичность в сочетании с твердостью, фараон вновь заявляет о своем божественном происхождении и поясняет, что он призван своим отцом Ра. Одному из фараонов даже пришлось прибегнуть к угрозам. Он пообещал вырвать волосы стражей, как цветы лотоса из пруда, если они воспрепятствуют его путешествию. Другой фараон был вынужден обратиться за помощью к богам. Как бы то ни было, умерший правитель продолжил свой путь. Теперь фараон покинул земли гора и направился под защитой Ра на восток во владение Сета. Цель его путешествия – горная страна или восточные горы. Путь фараона лежит между двух гор, но сначала ему нужно пересечь безводную и пустынную местность, некую нейтральную зону между владениями гора и Сета. К этому моменту внутреннее напряжение повествования возрастает. Фараон приближается к тайному месту, где находятся врата небес. Здесь его снова встречают стражу. «Куда ты идешь?» – спрашивают они. Стражем отвечают поручители фараона. «Царь идет на небо, чтобы обрести жизнь и радость, чтобы увидеть своего отца, чтобы увидеть Ра. Пока стражи раздумывают, к ним с просьбой обращается сам фараон. Откройте границу, уберите преграду, позвольте мне пройти путем богов». Прибыв из Египта, входящего во владение гора, фараон и его поручители осознают необходимость осторожности. Многие изречения и стихи подчеркивают нейтральность фараона в спорах богов. Он представляется как рожденный гором, чьим именем сотрясается земля, и зачатой сетом, от имени которого дрожат небеса. Фараон заявляет не только о своей преданности Ра, но и о том, что совершает свой путь по поручению Ра, намекая на своего рода охранную грамоту верховного бога. С удивительной проницательностью текст указывают на личную заинтересованность каждого из богов в путешествии фараона. Ра обязательно оценит помощь тому, кто находится у него на службе. В конечном итоге стражи владений сета пропускают фараона к горному перевалу. Поручители фараона хотят убедиться, что он осознает важность этого момента. «Теперь ты на дороге к горам на земле сета. Ты взойдешь на гору на высокое древо восточных небес. Где сидят боги?» Фараон прибывает в Дуат. Царство Дуат представлялось в виде замкнутого круга богов с отверстием в небесах. Их олицетверяла богиня Нут, через который открывается путь к вечной звезде. Она изображалась в виде небесного диска. В других источниках Дуат изображался в виде овальной долины в окружении гор. По этим землям протекала река, разделявшая на множество рукавов. Но непригодная для судоходства большую часть пути Баркура приходилось тянуть на веревке. И она сама передвигалась по суше, превращаясь в земную лодку или сани. Дуат разделен на 12 областей, которые описывались как полая равнина. Обнесенные стеной круги, пещеры и залы, начинающиеся на поверхности и продолжающиеся под землей. Для путешествия по этому волшебному и внушающему ужас царству, фараону требовалось 12 часов. Сделать это он мог благодаря тому, что Ра предоставил его распоряжение свою волшебную Барку. В ней путешествовал фараон, пользуясь покровительством и защитой других богов. В горах, окружавших Дуат, имелось 7 проходов, 2 из которых на востоке Египта, то есть в горах на западе Дуата. Назывались горизонт или рог. Длина прохода, которым пользовался Ра, составляла 220 атру, примерно 27 миль. Этот проход шел вдоль ручья, а ручей, однако, мог пересыхать, и тогда Барку Ра приходилось тянуть за собой на веревке. Проход охранялся и был защищен крепостью с прочными вратами. По свидетельству некоторых пропирусов, фарон выбирал другой, более короткий путь, всего лишь 15 миль. Рисунки изображают его на Барке или Салазках Ра, метод двух горных вершин, на каждой из которых располагается по 12 божественных стражей. В текстах указывается, что неподалеку находится озеро Кипящих Вод, причем вода в нем, несмотря на бурление, прохладная. В этом месте ощущается сильный запах смолы или щелочи, отпугивающей птиц. Тем не менее, поблизости есть оазис, окруженный некими низкими деревьями или кустарниками. Миновав горный перевал, фарон встречает еще одну группу богов. Иди с миром, говорят они. Это вторая область Дуата. Название эти земли получили в честь протекающей по ним реки Урнес. Противоположность этой области составляет от 15 до 39 миль. И населена она длинноволосыми людьми, которые питаются мясом ослов. Воды здесь почти нет и река часто пересыхает. Поэтому обитатели этих мест в обеспечении водой полностью зависят от богов. Даже Барк Ра превращается в земную лодку. Эта область Дуата ассоциируется с богом Луны, а также с Хадхор, богиней Бирюзы. С помощью богов фараон благополучно пересекает безводную пустыню и в третьем часе и доходит до Нед-Асар, реки Осириса. Третья область, размеры которой примерно равны размерам второй, населена воинами. Именно здесь живут четыре бога, ассоциирующихся с четырьмя странами Смета. Иллюстрации и иероглифическим текстом оказываются неожиданными. На них река Осириса течет из сельскохозяйственных районов через горы, а затем разделяется на несколько рукавов. Здесь расположена лестница в небо, охраняемая легендарной птицей Феникс. А Барк Ра изображается на вершине горы или поднимающейся в небо в струях пламени. В этом месте ритм заклинаний снова ускоряется. Фараон обращается к божественным защитникам, чтобы этот смертный мог войти в нетеркерт, целым и невредимым. Умерший правитель приближается к центру дуата, к амента или тайному месту. Именно здесь воскрес Осирис для вечной жизни. Именно здесь в образе двух волшебных деревьев тянулись к небу двое, которые приближают небеса. Фараон возносит молитву Осирису. Пусть мое имя будет дано мне в великом доме, и пусть я помню мое имя в доме огня, в ночь, когда там подсчитываются годы. И объявляется число месяцев. Я обитаю с божественным, и я занимаю свое место с восточной стороны неба. Если какой-нибудь бог придет после меня, я смогу объявить его имя немедля. Фараон уже не мог видеть гору света, он достиг лестницы в небо. В тексте пирамид это место описывается как лестница, позволяющая достичь неба. Ее ступени – это ступени в небеса, которые установлены для царя, чтобы он мог зайти на небо. Для обозначения этой лестницы иногда использовалась пиктограмма в виде одиночного лестничного пролета. Но чаще двухсторонняя лестница или ступенчатая пирамида. Эта лестница была построена богами города Ана. Там находился главный храм Ра, чтобы они, боги, соединялись с Всевышним. Целью фараона была небесная лестница, или приспособление, которое могло поднять его в небо. Но для того, чтобы добраться до нее, в доме огня, он должен был войти в Атвамента, тайную землю Сакара, бога пустыни. Эта область описывается как окруженный стенами круг. Это подземное царство тьмы, попасть в которое можно через отверстие в горе, спустившись по спиралевидным коридорам с потайными дверями. Это четвертая область дуата, в которую должен теперь войти фараон. Однако вход в нее защищен двумя стенами, между которыми бушуют пламя, которые охраняются богами. Когда к этому входу прибывает сам Ра, он обращается к находящимся внутри богам, не видя их. Но мог ли один лишь голос фараона обеспечить ему безопасность? Тексты напоминают, что лишь тот, кому известен план тайных путей в земле Сакара, сможет пройти через подземные коридоры и вкушать пищу богов, Покровительствующие фараону боги произносят решающие слова Тебе не отказано в разрешении о врат дуата Створки ворот горы света откроются перед тобой Ты пройдешь в зал двух истин И сияющий там бог будет приветствовать тебя Услышав верный пароль, бог по имени Са Отдает распоряжение, и по его команде пламя гаснет Стража исчезает, а ворот автоматически открывается, пуская фараона в подземный мир Боги дуата объясняют фараону Уста земли открыты для тебя Восточные врата неба открыты для тебя Его заверяют, что спустившись под земли, он действительно попадет к небесным вратам Желанному восточному входу Путешествие по четвертому и пятому часу проводит фараона по череде комнат и тоннелей Где он встречает различных богов, видимых и невидимых Здесь есть подземные каналы, по которым боги перемещаются на беззвучных лодках Фараон видит таинственный свет, фосфорицирующие воды и освещающие путь факелы Озадаченный и испуганный фараон движется дальше колоннам, которые достигают неба Боги, с которыми он встречается по пути, в основном разбиты на группы по 12 Им присвоены такие эпитеты, как боги гор, боги гор тайной земли, хранители времени жизни в тайной земле Рисунки иллюстрируют некоторые древние тексты, позволяющие идентифицировать часть этих богов по их скипетрам, головным уборам и животным атрибутам Головам сокола, шакала и льва Появляются в подземном царстве змей, которые играют роль охранников и слуг богов в тайной земле Древние тексты и рисунки позволяют предположить, что фараон попал в лабиринтный подземный комплекс Внутри которого построенный туннель в виде спирали сначала опускается вниз, а затем поднимается вверх На рисунках, имеющих вид поперечного сечения подземного мира, изображен наклонный туннель примерно 40 футов высотой С гладким потолком и полом, которые сделаны из какого-то древнего твердого материала толщиной до 3 футов Туннель разделен на 3 уровня и фараон перемещается по среднему уровню или коридору Верхний и нижний уровни занимают боги, змеи и сооружения самого разного назначения Салазки фараона, которые тащат 4 бога в полной тишине, скользят вдоль среднего коридора Путь освещает лишь луч света из носовой части лодки Однако вскоре на пути встречается крутой подъем и фараон вынужден продолжить свое путешествие пешком Эта часть, как показано на поперечном разрезе, представляет собой отрезок шахты Пронизывающие все три уровня тоннеля с наклоном примерно 15 градусов По всей видимости шахта начинается выше тоннеля, либо на поверхности, либо внутри горы Но только выше, а заканчивается на уровне пола третьего коридора Она называется Растау, что переводится как путь потайных дверей А на первом и втором уровне она снабжена дверьми, похожими на воздушные шлюзы Эти камеры позволяли Сакару и другим невидимым богам переходить в свой сникогда не открывающуюся дверь Покинувший лодку фараон таинственным образом был поднят по шахте по команде одного из богов Голос которого привел в действие воздушный шлюз На другой стороне шлюзов фараона приветствовали посланники Гура и Тота, которые провели его к обоим богам При спуске фараон встречается с безликими богами, лица которых невозможно увидеть Обидевшись или просто из любопытства, он обращается с просьбой «Откройте свои лица, снимите головные уборы при встрече со мной, смотрите, я есть могучий бог, пришедший присоединиться к вам» Однако эта просьба не возымела действия и боги не открыли лица В тексте объясняется, что эти невидимые боги никогда не встречаются со своим повелителем Сакаром Когда он сам посещает эту подземную обитель Спускаясь ниже, фараон минует дверь и оказывается на третьем самом нижнем уровне Он входит в прихожую с эмблемой небесного диска И там его приветствует бог Вестник Небес И богимя с эмблемой Шу, того, кто пребывает на небесах на лестнице в небо Фараон просит разрешения у двух детей Шу последовать путем Осириса и подняться в небо Вероятно, такое разрешение получено, потому что фараона приглашают пройти за массивные двери в шахты, используемые только невидимыми богами В пятом часе фараон достигает самых глубоких отделов подземелья, которые служат тайным убежищем Сакара Проходя по коридору, который поднимается вверх и гибает тайное помещение, а затем спускается вниз Фараон не может видеть Сакара, но на древнем рисунке бог изображен в виде человека с головой сокола Он стоит на земле и держит в руках два крыла внутри овального замкнутого пространства Охраняемого двумя сфинксами, фараон не видит этого помещения, но слышит ужасный шум, как на небесах в преддверии бури Из подземного убежища Сакара вытекает поток, образуя бассейн воды, которая подобна огню Помещения и бассейн в свою очередь окружены похожими на бункер сооружениями С разделенными ни на отсеки воздушными шлюзами в левой части и огромной дверью вправой Дополнительной защитой служит насыпанный сверху земляной холм На вершине холма располагается богиня, мы видим лишь ее голову в нисходящем коридоре Эмблема в виде жука связывает голову богини с коническим помещением или объектом в верхнем коридоре С сидящими на нем двумя птицами И текст, и рисунки говорят о том, что хотя Сакар и невидим, его присутствие ощущают даже в темноте Из-за сияния, которое излучает его тело Богиня Жук и конический объект, вероятно, служили для того, чтобы информировать пребывавшего В замрованном помещении бога о том, что происходит в мире Об этом сообщает сопровождающий рисунок надписи Проход фараона над тайным убежищем Сакара и устройствами, с помощью которых бог узнавал о его приближении Считался самым главным Египтяне были не единственным народом древности, видевшим, что каждый умерший предстает перед судом Когда его намерения и поступки оцениваются и взвешиваются По результатам этой оценки, его душа либо отправляется в огненные воды преисподней, либо в прохладные и животворящие воды рая Согласно древним поверьям, для усопшего фараона это был момент истины Выражая воду повелителя Дуата, богиня, у которой была видна только голова, оглашала благоприятное для фараона решение Входи с миром в Дуат, плыви в своей лодке по подземной дороге Затем богиня, называвшая себя Амент, добавляла, что фараону разрешается подняться в небо вслед за великими, которые на горизонте Пройдя испытания и избежав второй смерти, фараону вновь рождается Теперь его путь лежит мимо богов, в обязанности которых входит наказание грешников Но они не причиняют фараону вреда, затем он снова садится в свою лодку и теперь его сопровождает процессия богов Один из богов несет символ древа жизни Покинув владение Сакара, фараон вступает в шестую область, которая ассоциируется с Осирисом В одной из версий книги Врат именно в шестом часе Осирис судил умерших Бог с головой Шакала, тот кто открывает пути, приглашает фараона освежиться, окунувшись в подземный бассейн или озеро жизни Как поступал великий бог, когда проходил этой дорогой Другие боги, жужжащие как пчелы, населяют многочисленные комнаты, двери которых сами собой открываются при приближении фараона По мере продвижения фараона эпитеты богов приобрели все более конкретный характер Среди них были 12 богов, которые держат шнур в дуэте, а также 12, которые держат мерный шнур Шестая область состояла из череды комнат, расположенных друг за другом Лодку фараона тянули за собой боги, одетые в леопардовые шкуры Как жрец и шем, исполнявшие обряд отверзания уст Приближался ли фараон к устью горы, соответствующая глава в книге мертвых имеет такие названия Как глава о вдыхании воздуха и обладании власти Теперь средство передвижения фараона приобрело волшебную силу Лодку уже никто не тянул, она двигалась самостоятельно и управлялась словесными командами бога После того, как фараон прошел через охраняемые врата в седьмую область Боги и окружающая обстановка стали утрачивать свои подземные черты Приобретая небесные характеристики Фараона встречал бог с головой сокола В иероглифическом имени которого присутствовал значок лестницы Его голову украшала эмблема небесного диска Его обязанность состояла в том, чтобы направлять звезд богов и созвездия богинь Здесь же располагалась группа из 12 богов и 12 богинь Изображавшихся со звездными символами В молитвах к ним обращались как к звездным богам В этой области дуата также присутствовали две группы богов Ассоциировавшиеся с Бен-Беном Загадочным объектом Ра, который хранился в его городе Это те, кто знают тайну боги, охраняющие священный объект внутри хет Бен-Бен, дома Бен-Бена А также 8 стражей, охранявших Бен-Бен снаружи Тут же находилось 9 выстроенных в ряд предметов, обозначавшимся значком Шем, который означал последовать Фараон действительно перешел в часть дуата, ассоциировавшуюся с богом Амоном, в честь которого был назван Гелиополь В 9-м часе он видит место отдыха божественных грибцов лодки Ра, которая приводит в движение небесное судно бога Ра, лодку миллионов лет В 10-м часе фараон проходит ворота и попадает в место, где кипит деятельность Задача находившихся здесь богов обеспечить лодку Ра огнем и пламенем Один из богов носит звание капитана богов лодки Двое других, те кто определяет путь звездам Рядом с этими и другими богами изображается 1, 2 или 3 звездных символа Вполне возможно, что так указывается их ранг При переходе из 10-го в 11-й час ассоциация с небесами резко усиливается Боги держат символы небесного диска и звезд Здесь фараон видит 8 богинь с символами звезд, которые пришли из обители Ра Он встречает звездную владычицу и звездного владыку А также богов, обязанности которых состояли в том, чтобы ладья Ра поднялась в тайный дом верхнего неба В этом месте фараона встречают боги, которые должны подготовить его к путешествию по небу Вместе с несколькими богами он входит в землю, внутри которой должен сбросить кожу и выйти в облике обновленного Ра Некоторые термины, использованные в тексте, до сих пор не расшифрованы, но общий смысл преображения понятен Фараон входит внутрь в своей одежде, а выходит в облике сокола Облачившись в одежду богов, с воротником возлюбленного гора, точно таким же, как воротник на Шейра Теперь фараон становится подобен богам и может летать вместе с ними на небо На иллюстрации к древнему тексту изображена группа богов в необычных костюмах, похожих на облегающие комбинезоны с круглыми воротниками Имя руководит бог с эмблемой солнечного диска на голове, который стоит, раскинув руки между крыльями змеи с четырьмя человеческими ногами На усыпанном звездами фоне перед богом и змеей располагается еще одна змея, на этот раз бескрылая, носящаяся в небо, сидящего на ней Осириса Должным образом одетого фараона затем подводит к проему в полукруглой стене Он проходит в потайную дверь и идет по тоннелю 1300 локтей длиной Он попадает в построенный зал, в котором повсюду видны эмблемы крылатого диска Здесь он встречает богиню, которая освещает путь Ра, а также видит волшебный скипетр, символизирующий Сета-стражника Боги объясняют объятому ужасом фараону Это пещера, просторный зал Осириса, куда приходит ветер, северный, освежающий ветер Поднимет тебе царь, как Осириса Это уже 12-я область Дуата, последний час подземного путешествия фараона Это крайний предел густой тьмы, место до которого добрался фараон называется Гора Вознесения Ра Фараон не верит своим глазам, прямо перед ним во всем своем величии сияет ладья Ра Он достиг объекта, который называется Тот, кто поднимается в небо В одних текстах говорится, что Ра сам приготовил для фараона это средство передвижения В других, что это сделали другие боги На нем поднимался в небо Сет, и без него Осирис не мог достигнуть небесной твердии Поэтому в нем нуждался и фараон, чтобы, как Осирис, перенестись в загробную жизнь Однако эта божественная лестница не была обычной лестницей Она скреплена медными канатами, а ее жилы, как у быка небес Ее боковины были облицованы какой-то кожей Ступени покрыты шеша, значение того слова неизвестно И стояла она на прочном основании Но шеша это санскритское слово Иллюстрации книги мертвых изображают эту божественную лестницу Иногда рядом со знаком анг, что означает жизнь Символическим, касающимся небесного диска В виде высокой башни с надстройкой В стилизованной форме сама башня обозначалась иероглифом «Дед», который имел значение «Вечность» Этот значок ассоциировался с Осирисом, поскольку пара таких колонн была якобы установлена перед его главным храмом в Абидосе Чтобы увековечить два объекта, находившихся в земле Саккара И позволявших Осирису подняться в небо Одно из длинных изречений в текстах пирамид является одновременно гимном тому, что возносит на небо божественные лестницы и молитвы Чтобы это средство было даровано фараону Пеппи Управляли небесной лестницей четыре человека-сокола, дети гора, которые были моряками в лодке Ра Их называли четырьмя юношами, детьми неба Они приходили с восточного края неба, готовили две лодки для царя, чтобы царь мог пойти к горизонту Кра Именно они готовили для фараона то, что возносит на небо Фараон возносит молитву Пусть мое имя будет дано мне в великом доме И пусть я помню мое имя в доме огня в ночь, когда там подсчитываются годы На некоторых рисунках фараону вручается Дет или Вечность Получив благословение Исиды и Нефтиды Он в сопровождении бога-сокола подходит к Дет, похожему на ракету со стабилизаторами Просьба фараона дать ему имя, божественную лестницу, Вечность исполнена Теперь он может на самом деле подняться в небо Несмотря на то, что для фараона требовалась только одна божественная лестница В небо поднимались два летательных аппарата Подготовленные и установленные на стартовую позицию были Окара и Окагура Один на крыле Тота, а другой на крыле Сета Удивленному фараону боги объяснили, что вторая лодка призназначалась для сына Атона Спустившегося с небесного диска Возможно, именно с этим богом фараон беседовал в комнате для одевания Окагура поставлена на крыло Сета, канаты привязаны, лодки собраны Сын Атона не останется без лодки, царь следует за сыном Атона Он не останется без лодки Две богини помогают облаченному в божественные одежды фараону войти в Око Гора Термин Око, постепенно заменявший божественную лестницу, теперь сменяется термином лодка Длина Око или лодки, в которую входит фараон, составляет 770 локтей В носовой части судна сидит управляющий им бог Он отдает распоряжение взять фараона на борт Когда фараон вступает на приподнятую площадку, он видит лицо сидящего в кабине бога Не закрытое шлемом, фараон занимает место в лодке между двух богов Это место называется истина, которая поддерживает жизнь Из головы фараона выступают два рога И он подсоединяется к тому, что выходит из головы Гора Фараон готов к полету В тексте, рассказывающем о путешествии за грубную жизнь фараона Пеппи I Так описывается этот момент Пеппи облачен в одежду Гора и в платье Тота Исида перед ними, нефтида позади него Апуат, открывающий путь, указывает дорогу Шу небесный, носильщик поднимает его Боги Ана помогают ему взойти по лестнице и ставят его перед сводом небес Богиня Небанут протягивает ему руку Приближается важный момент, осталось открыть всего две двери И фараон, как Ра и Осирис до него победоносно поднимаются из Дуата И его лодка поплывет по небесным водам Фараон мысленно молится о том, чтобы открылись небесные врата Две колонны Дет неподвижно застыли в вертикальном положении Внезапно открываются двойные двери небес Древний текст наполняется радостными восклицаниями Лестница в небо открылась, показались ступени света Двойные двери в небо открылись Двери Кепху открылись для гора Востока На рассвете дня Боги в облике обезьян, символизирующие угусающую луну или рассвет Начинают произносить магические заклинания От которых из ока гора распространяется свечение Постепенно сияние, ранее о нем говорилось Как о характерном признаке двух вершин горы Сета, усиливается Око гора начинает менять свой цвет Синяя вначале, она становится красным Волнение и суета усиливаются Красное око гора дрожит от ярости Мощь его неудержима Его посланцы торопятся, гонец спешит Они, говоря тому, кто поднял свою руку на восток Позволь ему пройти, пусть Бог скомандует Отцам богам Умолкните, закройте ладонями уста Станьте у двери горизонта Откройте двойные двери небес Затем тишина нарушается громким ревом И все вокруг начинают трястись Небо горит, земля сотрясается Земля дрожит Две стороны богов кричат Земля раздвигается, когда царь поднимается в небо Когда он плывет под сводом в небо Земля смеется, небо улыбается и так далее В среде всеобщего возбуждения ревы и тряски Бык небес поднимается с острова огня Волнение постепенно улеглось Фараон находится в воздухе, парящим соколом Они видят царя, парящего соколом, подобно Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok